Приветствую вас и условно проблему, которую вы описываете, можно разделить на две части. Первая – это субъективная, то есть ваша, ну, то-то касается личного. Вторая – это то-то касается во время отношений с мужчиной. И начинаем мы, пожалуй, все-таки с первого. А тут самое главное. Знаете, прочитав ваше сообщение, прочитав ваше письмо, я увидел некоторые схожие моменты, схожие обстоятельства в ваших отношениях с мужчиной вообще. То есть, что с первым, то со вторым, вы какое-то время проводите, потом у вас появляется, вы как бы окладеваете к ним, и у вас появляются отношения. Понимаете, в чем дело? И в первом случае, и во втором случае, по моему мнению, вы были нацелены в этих отношениях на себя. То есть, вы не делали, ну, до достаточной степени, скажем так, что-то для вашего партнёра. То есть, первый партнёр за вами ухаживал, дарил вам, там, сделать подарки, сюрпризы. Вы это только принимали, но вы не делали ничего для него. И вы говорите, что в новом мужчине нету и части, и качеств первого партнёра. То есть, вам нужен не сам мужчина, не сама личность как духовая, а именно то, что они могут вам дать. И поэтому, у вас и проявляется такая вот, такая линия в отношении к мужчинам. Ведь всё надоедает. Всё становится привычным, обыденным и так далее. Если самостоятельно ничего не делать. Если только принимать и ничего не делать в ответ. Что вам необходимо сделать? Проманализировать свои отношения и своё поведение в них. Определить своё место в этих отношениях. Что вы можете дать мужчине. Это главное. Это важно очень. Что он вам может дать. Что вы хотите ему дать. И что он вам хочет дать. Потому что, что человек может дать, и что человек хочет дать, это не одно из этого. Может, как правило, человек больше, чем хочет. Иногда бывает наоборот. В любом случае, это различающиеся категории. И фактически нужно смотреть на то, что человек хочет дать. Что он даёт фактически. И желает ему дать больше. Давать больше. Только при таком соотношении составляющих человека, как партнёра, можно говорить о возможности будущего такого взаимодействия. Вам необходимо пересмотреть своё отношение с молодыми людьми, вообще с мужчинами. И больше внимания уделять тому, чтобы делать что-то для них. Воспринимать человека не как носителя качеств нужных хвал, а как самоцель стремиться сделать его счастливым. И при таком подходе, при понимании того, чего мужчина хочет, при понимании его желания, при понимании его потребностей, и удовлетворении их, и восприятия удовлетворения его потребностей, как самоцель, то есть как безусловное направление вашей деятельности. Не требуя при этом ничего взаимодействия, позволит вам построить гармоничную жизнь. Это то, что касается лично вас. То есть именно такие изменения, такие трансформации вам следует произнести, чтобы больше не было таких вот ситуаций, которые вы перешили уже по сути два раза. Дальше. Дальше нужно сказать так, что мужчина естественно вас игнорирует, потому что у него на вас обид. Потому что он понимает, что он делал для вас все, не сделал вам ничего плохого, а вы его оплакнули и по сути дела бросили. Что здесь нужно вам сделать? Ну, во-первых, на сообщение. На сообщение, кстати, ему, наверное, будет доставлено сейчас. Он не воспринимает их отдельным образом. Вам нужно постараться с ним встретиться и, главное, сказать, что вы сожалеете о том, что расстались, что вы не хотели так с ним поступать, что вы ошибались и пригласите стать ему друзьями. Именно друзьями, а не парами. Потому что не важно стать сразу парой. Вполне вероятно, вызовет у него чувство отторжения от вас, подозрительности и так далее. Вот этого делать категорически не нужно. Вначале все-таки нужна основа. Нужен фундамент. Нужно вновь восстановление доверия между вами. А этого нужно только на дружеской основе. Вот на дружеской основе какое-то время вам нужно пообщаться. Он изменился за это время. Вы немного изменились за это время. То, как вы о нем думаете, больше может быть идеализирован. Вывените его реального. Оцените его реального. Подумайте, хотите ли вы быть таким мужчиной и почему. В контексте того, что я вам сказал разу. И если все будет хорошо, нужно постепенно сближаться. Постепенно сближаться как. Показывая ему, что вы знаете, до чего мужчина хочет. Можете ему это дать. И реально совершая какие-то действия по удовлетворению его потребностей и его желания. Именно такая стратегия поведения приведет к тому, что если у него к вам остались чувства, то он к вам вернется. Но не сразу, а постепенно в течение времени. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим. Буду благодарны. Подписывайтесь на vår. При Castанные 축а. Не вызови айтинику. Lim раз evangelicalской Alexandria. Подписывайтесь на наш канал. На сайте.